Торжественное открытие форума «Про молодёжь» прошло в актовом зале 46-й школы. Участников познакомили со спикерами и насыщенной программой. Для города это первый опыт. Основные цели данного мероприятия – это всё-таки рассказать молодёжи о тех возможностях, рассказать о том, как они могут свои добровольческие направления реализовать в жизни. Форум разделён на несколько зон по интересам участников. Можно опробовать на себе матрицу профессий, побывать на выставке оружия и даже пройти военную подготовку. Или, например, узнать о ценных находках поисковиков из военно-патриотических клубов. На данный момент сохранение исторической памяти является самым актуальным вопросом на территории Российской Федерации. И работа поисковая заключается в этом. То есть сохранение исторической памяти, работа с архивами, работа с останками погибших в год Великой Отечественной войны. Спикеры площадки «Про добро» предложили участникам поддержать всероссийскую акцию «Новый год в каждый дом». Все желающие могли нарисовать свою праздничную открытку. Готовые работы отправят в больницы и детские дома. Поздравления с Новым годом получат и бойцы в зоне СВО. Свои открытки я бы хотела передать немножко мотивации, веры в лучшее, чтобы человек, который ее получил, он немножко улыбнулся, зарядился позитивом и верил в то, что у него все будет хорошо. Форум «Про молодежь во Владимире» проходит впервые. Проект стал победителем конкурса Министерства образования и молодежной политики региона по программе молодежных обучающих форумов. Средства на его реализацию поступили из областного бюджета. Мы очень хотим, чтобы наши ребята учились, росли и оставались здесь, в Владимирской области. Мы все вместе делали наш регион еще лучше год от года. Министерство образования и молодежной политики ставит свои цели и в дальнейшем поддерживать инициативу как добровольцев в рамках областных конкурсов, так и такие системные программные проекты. Начиная с этого года образовательный форум «Про молодежь» обещают сделать традиционным. Сейчас в регионе насчитывается более 87 тысяч молодых людей. А значит, проект будет актуален еще долгие годы. Алексей Дудин, Марина Елькина, Дмитрий Шаталов.